Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Для стеклянного лизуна мы используем основу, заранее приготовленную. Мы ее добавляем в контейнер, чтобы приготовить наш лизун. И для того, чтобы приготовить, да, он у нас с вами выглядит как кисель сейчас, чтобы приготовить наш лизун, мы с вами добавим специальный раствор, который мы сейчас приготовим. В стакане у нас находится тетра-борат в виде порошка, и сейчас мы его растворим в горячей воде. И добавляем наш лизун. Сразу будет реакция, да? Да, он сразу начинает загустевать. Надо хорошенько это все размешивать. Обязательно нужно мешать по всему объему нашего лизуна. И наш лизун, в принципе, готов. Такой вот у нас получается стеклянный лизун. Если его так растягивать, он будет растягиваться очень хорошо. Но если его скатать в шарик, в шарик, и не сильно кинуть на стол, то он будет прыгать у нас как небольшой попрыгунчик. Первый слайм появился еще в 1976 году. Его начали продавать в Америке, и он невероятно стал популярным у детей. Конечно, в первую очередь из-за своих необычных свойств. Он легко убирается с любой поверхности. Рецепт второго слайма. Для второго слайма нам потребуется клей, обычный клей ПВА. Мы его также добавляем в наш контейнер. Добавили наш клей. И все равно, чтобы у нашего слайма не было запаха клея, мы с вами добавляем в него немножко ароматизатора. Сегодня я приготовил для вас вишневый вкус. У нас будет вишневый лизун. Да, вишневый слайм. Дети очень часто любят яркие игрушки, поэтому мы добавим с вами зеленый цвет в наш лизун. Также все с вами размешиваем. Мы добавим тетраборат. Также только уже в жидком виде. Данный тетраборат в свободном доступе, можно приобрести в аптеке. Мы добавляем на один стаканчик клея одну такую ложечку нашего тетрабората. И начинаем также хорошенько размешивать. Есть ли какие-то рекомендации по хранению слаймов? Все-таки хочется, чтобы он подольше прослужил детям. Да, хранить наши слаймы необходимо в каких-нибудь контейнерах. Допустим, в такие обычные самые контейнеры. Вы кладете туда свой слайм и закрываете крышкой, когда дети ими не играют. Дело в том, что если хранить его просто в открытом способе, он, во-первых, у вас растечется по всей полочке, на которой лежит, и он начнет засыхать и уже терять свои свойства. Слайм готов. При процессе приготовления, да, можно очень хорошо провести вечер со своими детьми и привить своим детям любовь к химии. Ведь вариантов изготовления лизунов огромное количество. Безусловно, у слайма есть и свои минусы. Поскольку это химия, то его очень осторожно нужно давать детям с аллергической реакцией. Ну и есть масса плюсов. Развивают мелкую моторику, воображение. Например, можно лепить фигурки различных животных и проводить какие-то игры дома. А еще я не знала, слайм можно использовать в уборке квартиры. Он отлично убирает пыль, проникая в недоступные места. Теперь это мой помощник. С добрым утром! Субтитры подогнал «Симон»!